Саш, а позволь поинтересоваться, что за непонятно что распечатывает наш принтер, а? Это не непонятно что, это мое новое изобретение. Ну надо же, изобретение. И позволь поинтересоваться, что же ты такое изобрел? Бочку для засолки огурцов на радость бабушке. Саш, ты где? Да тут я. И что ты тут делаешь? Играешь в дитя подземелье? Нет, я измеряю параметры моей новой подводной лодки. Ммм, новые подводные лодки. Ну и как? Не тесновато. Так, подожди. Ты что, отца решил довести до инфаркта? Только не говори, что ты изобретаешь новую подводную лодку. Изобретаю? А что? Может, ты ее еще испытывать собираешься? Собираюсь летом на озере. Знаешь, как здорово будет. Вот здорово будет, когда я сейчас с тобой серьезно поговорю. Пап, пап, ты что, ругаться будешь? Нет, ругаться не буду. Отдавай стул назад. Ругаться не буду. Мы отправляемся в гости. Вставай. В гости? К кому? К настоящему изобретателю подводной лодки. Пошли. Ну что, включаем фантазию? Включаем. Раз, два, три. Поехали. Да, и вот мы в кабинете Степана Карловича Дживецкого. Да, скорее луром. Ведь со стенами кабинета не Петербург, а, слышишь, Париж. Ага, здорово. Присаживайся. Пора представиться нашему гостеприимному хозяину. Стефан Казимирович. Бонжур. Бонжур, месье. А какой он жажет пара греабель конессанс? Чего? О, простите. Кажется, я ошибся с языком. Попробуем еще раз. Добрый день, господа. Чем обязан столь приятному знакомству? Ой, беда к вам привела, Степан Карлович. Вот сын мой, извольте видеть, взялся изобретать подводные лодки. Вы уж втолкуйте ему, что это дело непростое и даже опасное. Расскажите историю, которая с вами произошла в Одесской гавани. Хм, опытьями, а мой маленький друг. Тогда меня спасла только божья милость. Надо сказать, что я испытывал одну из первых своих лодок. Выглядела она примерно вот так. Примерно. Прямо скажу, красотой линии лодка не блистала, да и вообще изрядно походила на шляпу. Зато превосходная ходила и в надводном, и в подводном положении. А какой вы использовали двигатель? Наипростейший. Собственную мускульную силу. Смотрите, мол, пути ами. Я садился в кресло и выращал педали. Они приводили в движение грибной винт, который, вуаля, натолкал подводное судно. Здорово. Пожалуй, на мою лодку тоже надо прикрепить. Велосипедные педали. А я-то голову сломал, гадая, как заставить ее плыть. Саша, забыл? Забыл? Никаких подводных лодок. По-моему, пора вас, господа изобретатели, спустить с небес на землю. Вуаля! О, здравия желаю, ваше высокоблагородие. Значит, это так. Стоим мы в Одесской гавани. А вокруг суденышка так и шныряет, так и шныряет. Ну, чисто мыша по анбару. И главное, что? То, стало быть, поверху носится, а то, стало быть, под воду уйдет. У нас вся команда у борта сгрудилась. Значит, шныряла то суденышка, шныряла. И вдруг, бац, аккурат к нашему трапу откатывает. Входит из суденышка и такой фронтоватый господинчик в заграничном картузике. И прямой наводкой к вахтенному командиру. Так, мол, и так. Звать меня Джевецкий. И отчинам неинтересно, сколько футов у вас подкилем. Желаю я под вашей яхтой на моей лодочке проскользнуть. Вахтенный, значит, ему в ответ. У нас подкилем более десяти футов воды. А высота вашей лодочки, позволите спросить, сколько футов? Ровным счетом шесть футов, отвечает господинчик. Раскользнете, не сумлевайтесь. Господинчик, значит, ручку к картузику, да и нырнул рыбкой в свое суденышко. А затем втянул эту, вот эту такую изогнутую штуковину, и перископ называется, и камнем ушел под воду. Мы, матросики, стало быть, у борта топчемся. Ждем, когда господинчикова лодочка вновь на поверхности покажется. Только что это она все не всплывает и не всплывает. Видать, напасть какая-то с ней приключилась. Ну, Стефан Казимирович, признавайтесь, что за напасть приключилась с вами под водой Одесской гавани? А что за напасть украсил стену моего кабинета? Манифик. Это не манифик, это плазменный экран. Саша, не смей передразнивать. Плазменный экран? Манифик. Ну, так вот, вахтенный сказал цифру на бум, и я ему, само собой, доверился. Подныгнул под реклик и застрял. Так робко в бутылке, ни туда, ни сюда. Матерь Божья, чуть больше пяти футов. Это просто щель какая-то. Вот в этой-то щели я и засел накидно. Габотаю ногами толку никакого. Перед глазами фальш, шхиль, реклика и запаса воздуха. Всего на 20 минут. Ничего себе. И что вы тогда сделали? Как спаслись? О, самым грозным голосом я себе скомандовал. Ой, ёл, но пердон, полетед. Переведи. Ну, не терять головы. Да. Скомандовал по-французски и тут же по-русски взмолился заступнику моряков, Николаю Угоднику, выгучай, батюшка. И начал крутить педали на задний ход. Ну и как, удалось выбраться? Удалось. С помощью максского святого послал Николай Угодник буксирный богоход, который развел волну, реклика волной качнула, и моя подводная лодка смогла вынагнуть на свободу. О-ля-ля. Что-то я, господа, разволновался. Не спите ли нам кофейку для успокоения нервы? Я, пожалуй, не откажусь, Степан Карлович. И я. Ну, прекрасно. В таком случае я ненадолго отлучусь, а вы чувствуете себя в моей биологии как у себя дома. Пап. Да. А почему ты нашего хозяина зовешь то Степан Карлович, то Стефан Казимирович? Ну, потому что урожденный Стефан Казимирович Држевецкий в 1877 году взял себе псевдоним и стал именоваться Степаном Карловичем Джевецким. Псевдоним? Да. А зачем он ему? Он что, артист? Нет, он не артист. Он патриот. В 1877 году началась русско-турецкая война. И отпрыск богатейшего рода Држевецкий пошел добровольцем на флот. А чтобы не раздражать именитых родственников, он записался матросом-волонтером в состав машины команды парохода «Веста» под именем Степана Джевецкого. Он участвовал в бою весты с турецким броненосцем Фетхи Булендом. В этом сражении сложила головы половина команды, а матрос Степан Джевецкий позже был награжден солдатским Георгиевским крестом. Между прочим, за красивые глаза Егория, так его попросту называли, не вручали. В статуте ордена Святого Георгия от 1833 года сказано, «Сей знак отличия приобретается только на поле сражения, при осаде и обороне крепостей, и на водах в морских битвах. Он и дается единственно тем нижним чинам, кои действительно, служа в сухопутных и морских войсках, отличат себя особенную храбростью против неприятеля». Слышал? Особенную храбростью. Не случайно Степан Карлович до конца жизни гордился этой наградой. А вот и я, господа, надеюсь, вы не успели заскучать, я и чудесный, прекраснейший напиток кофе. Ах, дивный, дивный аромат. Нет ничего лучше, чем крепкий, как стальной каркас кофе. Да. Кстати, именно из-за этой привязанности был вынужден в первый раз в жизни погадать свое изобретение. Дело было так. В 1873 году отправился на всемирную выставку в Вену. К слову сказать, моим придумками был занят целый стенд. О, Вена! Только представьте, господа, штрудели, сдобные булочки с заварным кремом и кофе. Я глазом моргнуть не успел, как остался без копейки в кармане. Пришлось идти на поклоны к дядюшке. Степан Карлович, а вы знаете, что ваша история пользовалась с особенной популярностью среди людей, приближенных к великому князю Константину? Неужели? Да вот, убедитесь сами, пожалуйста. Плазменный экран. В 70-е годы я был коротко знаком с адъютантами великого князя. Помню, они пересказывали прелюбопытный анекдот про милейшего господина Држевецкого. Случилось так. В Вене он очутился на мили и обратился за помощью к богатому дядюшке. Придобрый родственник на поверку оказался скуповат и высказал племяннику примерно следующее. Твои изобретения, может быть, и остроумные, но они тебе ничего не дают. Когда ты мне покажешь, что они серьезно оценены, и ты получишь солидное положение, то я тебе подарю 20 тысяч гульденов. А до того и крейцера не дам. Адъютанты великого князя. Будучи друзьями Држевецкого, привели Константина к его стенду. Среди прочих изобретений, внимание князя привлекли чертежи автоматического прокладчика курса, который, будучи присоединен к компасу и лагу, сам чертит на карте путь корабля. Генерал-адмирал Константин заинтересовался проектом и сказал, приезжай ко мне в Петербург, я тебя назначаю совещательным членом технического комитета с окладом 500 рублей в месяц. Составь смету, необходимая сумма будет тебе ассигнована. И осуществляй свое изобретение. В тот же день дядюшке пришлось выложить 20 тысяч гульденов. О, молодость и молодость, как ты с кара на проказы. Ага, папа, вот видишь, Степан Карлович тоже проказничал, а ты меня ругаешь. Может, все великие изобретатели этим занимались? Ну, великие, может быть. А ты-то тут при чем? И вообще, проказы не должны мешать учебе. Вот напомни, сын мой, как ты закончил последнее полугодие? По-моему, пару троек имеется. А как учился Джевецкий? Вот спроси его, спроси. Степан Карлович, а вы когда-нибудь получали троики? Момптиами, вынужден вас разочаровать. Никогда. Да. Впрочем, образование я получал дома. Вот только для подготовки к экзамену на звание бакалавра родители поместили меня на год в один из лучших парижских лицеев. Лицея Сен-Барбе. Какой это был год? Сплошные шалости. И вот подошло время экзамена, который я сдал с оценкой 20 баллов. Как сейчас помню, в случае почти небывалый. По желанию годителя я должен был еще год отучиться в математическом классе. Но, увы, не довелось. А почему? Ну, потому что проказника настигло возмездие. Директор лицея вызвал родителей Джевецкого и посоветовал им немедленно забрать сына из лицея. Мол, сын их, Стефан, отличаясь необыкновенными способностями, ничего весь год не делал, а выдержал экзамен первым. Тем самым он может оказать вредное влияние на других такими способностями неодаренных. Они захотят ему подражать, и вся школа будет испорчена. Так что пришлось Степану Карловичу покинуть лицейские стены и поступить в Центральное инженерное училище, соответствующее нашему технологическому институту. Кстати, в училище его другом был Александр Гюстав Эйфель. Тот самый? Да, тот самый создатель Эйфелевой башни. Степан Карлович, ну что же вы растерялись? Построили бы всемирно известную Джевецкую башню. Да. А вы вот подводными лодками увлеклись. Интересно, а почему? Наверное, я был менее практичен, чем мой товарищ. К тому же увлекся книгами Жюля Верна, и его научилась надолго, завладел моим воображением. Ну а во время русско-турецкой войны я твердо уверовал, что в будущих морских сражениях важную роль сыграют именно подводные суда. И с жаром принялся работать над ними. Да, итогом ваших трудов стал, как вы его назвали, подводный минный аппарат. Вот та самая маленькая подводная лодка, на которой вы чуть не погибли в Одесской гавани, да? Степан Карлович, а почему лодка называлась минным аппаратом? На ней что, мины были? Целых две штуки. 24 октября на 1878 года под бдительным наблюдением офицеров морского штаба я на своем дечище минут 20 блуждал под водой в поисках баржи, находившись от бейга в двухстах метрах. Нашел, закрепил на днище мину и взорвал ее. Ура! Приблизительно так встретили офицеры взрыв, потрясший Одесский берег. Мое изобретение одобрили и рекомендовали построить подводную лодку большего размера. Степан Карлович справился с заданием в кратчайшие сроки. Его новая лодка достигала 6 метров в длину, а экипаж состоял из 4-х человек. В верхней части судна находилась рулевая башенка с оптической трубой, очень похожей на современные перископы. Так что, чадо, нашего Степана Карловича можно без преувеличения назвать отцом перископа. Папа, а что случилось с лодкой? Как прошли испытания? Надеюсь, удачно? Я бы сказал, триумфально. Да, Стефан Казимирович? Монифик? Плазбенный экипаж. Боже мой, какой это был восхитительный день. Столько лет прошло, а я помню его до мельчайших подробностей. Стоит закрыть глаза, и я снова вижу Серебряное озеро в Гатчине. Их императорские величества Александр Третий и Мария Федоровна садятся в шлюпку и выходят на ней на середину озера. Но что это? Откуда ни возьмись, появляется лодка, похожая на огромную рыбу. Особо чувствительные дамы на берегу с пронзительным ах падают в обморок. Но императрица мужественно улыбается и машет нам рукой. Наконец шлюпка возвращается, царская чета сходит на твердь и сразу же к берегу причаливает подводную лодку. Из нее выбирается господин Джевецкий. Ой, как он красив и галантен! Он падает перед Борией Федоровной на колено и протягивает огромный букет ее любимых. Орхидей, право, Джевецкий истый рыцарь. Ныне таких уж нет. В нем, знаете, в нем чувствовался настоящий парижский шарм. Ну, слышали, Степан Карлович, каких дифирамбов вы удостоились? Да бог с ними, с дифирамбами. Главное мое изобретение оценили по достоинству. И не домохозяйки, а чиновники военно-инженерного ведомства. Они заказали еще 50 подводных лодок аналогичного типа. Новые лодки были построены в Петербурге в 1881 году. Это был первый в истории случай массового серийного строительства подводных судов. А теперь, Саша, загибай пальцы. Будем считать заслуги Степана Карловича перед российским подводным флотом. Готов? Да. Степан Карлович разработал 8 видов подводных лодок. И среди его разработок была такая диковинка, как водобронный миноносец. Эта лодка имела в качестве двигателя паровую машину. А в надводном положении развивала скорость с помощью электромотора, получавшего питание от аккумуляторной батареи. Запаса ее энергии при полном 12-узловом ходе хватало на 3 часа. Раз. Так, вооружение водобронного миноносца состояло из аппаратов, стрелявших самодвижущимися минными торпедами. Аппараты Джевецкого были очень просто и остроумно устроены. И вскоре получили всеобщее признание. В дальнейшем, благодаря применению этих аппаратов, появилась возможность вооружать лодки большим количеством торпед. Проще стало и маневрирование лодок при торпедных атаках. Два. Да. В 1907 году по проекту Джевецкого была построена подводная лодка «Почтовый» с единым двигателем для надводного и подводного хода. В роли двигателя выступали два бензиновых мотора. Благодаря им лодка в надводном положении развивала скорость до 6 узлов. В подводном использовался один мотор. При этом воздух для питания поступал из баллона, где он хранился сжатым до 200 атмосфер. Отработанные газы отводились в забортную воду. В этом проекте была предвосхищена современная идея создания единого двигателя для подводной лодки. Три. Да. Кроме того, Степан Карлович разработал водяной насос для откачки воды. Четыре. И пять. Изобрел прообраз современного перископа. Вот так, дорогой сын, а ты говоришь, надо было башню строить, башню. Ну, это я так, сгоряча взболтнул. Степан Карлович, а вы над чем сейчас работаете? Я, монптиами, под старый след улегся поэзией. Неужели сами сочиняете? Ну, что вы. Господь не дал таких талантов. Я, друг мой, перевожу на французский язык стихии несравненного Василия Андреевича Жуковского. Послушайте, какая прелесть. Безмолвное море, лазурное море, Стою очарован над бездной твоей. Ты жива, ты дышишь сметенной любовью. Тревожную думой наполнена ты. А еще, монптиами, Решил, понимаешь, поменять одну стихию на другую. Водный океан на воздушной. Чрезвычайно любопытно, отчего птицы летают. Птица представляет поверхностью своих крыльев, хвоста и тела. Пойдем, нам пора домой. А как же попрощаться со Степаном Карловичем? Тсс, может быть, сейчас в его голове рождается какое-то потрясающее изобретение. Давай ему тихонько помажем рукой. Пока-пока, Степан Карлович. До свидания. До скорой встречи, господа. Папа, ты знаешь, ты был прав. Это не подводная лодка, а бочка для засолки огурцов. Но ничего, я еще построю свою субмарину. Вот только мы от счастья подучем. Где мой учебник по алгебре? Что я слышу? Это уже речь не мальчика, а настоящего изобретателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok